Сделать стипендию студентам больше 8 тысяч рублей предлагают депутаты Государственной Думы. Народные избранники хотят поднять ежемесячные дотации учащимся до прожиточного минимума. Об этих и других законодательных инициативах в обзорном материале программы. Студентам поднимут стипендии. Депутаты Государственной Думы предлагают увеличить выплаты учащимся образовательных учреждений. Согласно нововведениям, госслужащие рассчитывают изменить формулировку студенческой стипендии. Ранее эта дотация выдавалась как денежная выплата, назначаемая обучающимся как стимул за отличную учебу. Сейчас же депутаты хотят выдавать стипендию для поддержания достойного уровня жизни в период обучения студентов. Именно поэтому специалисты предлагают повысить денежные дотации обучающимся до уровня прожиточного минимума. Отметим, что в Саратовской области величина прожиточного минимума за второй квартал 2015 года установлена на уровне 8 649 рублей. Запрет на продажу слабоалкогольных энергетиков внесен на рассмотрение в Государственную Думу. Народные избранники считают, что спиртосодержащие напитки, в которых присутствуют кофеин и другие тонизирующие компоненты, необходимо полностью запретить. Стоит отметить, что это не первая попытка ограничить торговлю энергетиками. Подобные законопроекты вносились в Госдуму в 2013 и в 2014 годах. Но тогда депутаты решили оставить этот вопрос на усмотрение регионов. Так, несколько областей, в том числе и Саратовская, ввели запрет на продажу энергетиков. Но практика показала, что производители сумели обойти эмбарго, просто убрав с банок состав продукта. Теперь депутаты предлагают исключить розничную торговлю тонизирующими напитками крепостью от 1,2% до 9%, кроме напитков брожения на всей территории страны. До конца текущего года в России упростят процедуру усыновления детей. Прежде всего, разработаны механизмы по сотрудничеству с родственниками сирот. Так сокращена возрастная разница между усыновителем и усыновленным. Теперь ребенка могут забрать совершеннолетние братья и сестры. Кроме того, значительно увеличились выплаты на усыновление. С нового года приемные родители будут получать из федерального бюджета единовременное пособие в размере 100 тысяч рублей. При усыновлении ребенка старше 7 лет, сестерой братьев или инвалида, выплата в некоторых регионах увеличится в два раза. В случае возврата ребенка в соцучреждение усыновитель должен будет вернуть деньги.